Сегодняшняя наша лекция посвящена получению нановолокон. Прежде чем начать эту лекцию, скажем о том, что все методы, которые мы с вами изучали, будь то конденсационные методы, диспергационные методы, в основном заключались в получении нанопорошка. А помимо нанопорошков имеет большое практическое значение получение наноматериалов в виде компактных материалов, прессовок, нановолокон, нанопленок и полых объемных фигур, нанотрубок, шаров и других. Как было упомянуто, золь-гель-метод позволяет получить в зависимости от способа обработки полимерного геля почти любые виды наноизделий. И компактные материалы, и пленки, и порошки, и волокна. Посмотрим теперь другие методы получения нановолокон. Получение нановолокон изучено гораздо хуже, чем нанопорошков, так как они пока не нашли широкого применения. Одним из наиболее изученных методов получения нановолокон является взаимодействие в газовой фазе с последующей конденсацией продукта на твердой подложке или для кратности конденсации из газовой фазы. По существу этот метод можно назвать методом испарения. Конденсации. Металл каким-либо образом испаряют, и его пары реагируют к кислородам или другим газам при высокой температуре. Продукт реакции затем конденсируется на твердой подложке. Например, в литературе описан простой способ синтеза нановолокон и оксида олова, в основе которого лежит реакция окисления олова. Станум плюс О2 получается станум О2. Реакцию проводили в горизонтальной кварцевой трубке, в которую была помещена монокристаллическая подложка алюмината лантана. На подложку насыпали порошок металлического олова, кварцевую трубку эвакуировали, наполняли аргоном и снова эвакуировали с помощью вакуумной помпы. Затем кварцевую трубку с помещенным внутри образцом нагревали в потоке аргона и, когда температура достигала 900 градусов, наполняли трубку кислородом, поток которого пропускался в течение 30 минут. После охлаждения до комнатной температуры обнаружили образование на поверхности подложки белого порошка. Идентификация его состава и исследование структуры рентгеновскими методами показали, что белый слой является тетрагональным станом О2 со структурой рутила. Большинство рефлексов рентгенограммы были усширены вследствие эффекта наноразмера. Очевидно, что при нагревании металлического олова в вакууме происходит его испарение. А после заполнения трубки кислородом атомы олова в газовой фазе реагировали с кислородом с образованием порог станом О2, которые при охлаждении конденсировались на поверхности монокристаллической подложки. Электронно-микроскопическое исследование образца показало, что поверхность монокристаллической подложки покрыта нановолокнами станом О2. Вот то, что видите на этом слайде. Значит, это волокна станом О2 получены из газовой фазы. Диаметр нановолокн составляет 10-50 нанометров. Химическая природа подложки не влияла на рост нановолокн. Наиболее благоприятными условиями для их получения были высокая скорость потока кислорода, проходящая через ячейку, и малое время отжига. Исследования структуры волокон методом электронографии показали, что каждое нановолокно является монокристаллом со структурой рутила. В литературе также описано получение аналогичным методом газофазной реакции с последующей конденсацией на подложке нановолокон оксида Индия. Значит, в данном случае оксид получали по реакции с участием водяных паров. То есть Индия плюс H2O получается Индия 2О3 плюс водород. Методика получения была аналогично выше описана для оксида Олова. В результате конденсации паров оксида Индия на подложке получили белый волокнистый налет. Он представлял собой волокна диаметром около 50 нанометров. Вот то, что вы видите на этой картинке. Это как раз точно так же в кварцевую трубку запаивали алюминат, оксид алюминат лантана. Значит, затем добавляли порошок Индия уже и, значит, в кварцевую трубку, значит, с помощью вакуума заполняли аргоном, а потом при температуре пропускали, значит, кислород. Ну и, значит, Индия, когда Индия был уже в газовой фазе, пропускали кислород и получали оксид Индия, который, значит, осаждался на подложке. Рентгеновским методом было установлено, что каждое нановолокно – это монокристалл Индии 2О3. Имеются сведения о получении, ну, подобными методами нановолокон галия, оксидов галия, цинка и, конечно, кремния. Значит, мы с вами сегодня разобрали, ну, получение нановолокон, ну, дальше мы получение нановолокон уже дисперсных фаз из полусферических и трубообразных частиц. Существующие модели формирования твердых и дисперсных фаз из пересыщенной жидкой или паровой среды исходят из представления, что возникающие полидисперсные твердые фазы состоят из отдельных сплошных микро- или наночастей. Однако, экспериментальные исследования, проведенные в последние 15-20 лет, показали, что довольно часто на основе сильно пересыщенных сред образуются не сплошные, а полые частицы и наблюдаются сложные текстурированные дисперсных фаз. Размер полых частиц обычно составляет от нескольких десятков нанометров, 50-10 микрометров, в отдельных случаях длина полой трубчатой частицы может достигать несколько сантиметров. Образование полых нано- и микрочастиц было обнаружено методами электронной, конечно, микроскопии на просвет и на отражение и методом атомно-силовой микроскопии, а также в экспериментах по определению эффективной плотности порошков. Изучение строения полых частиц показало, что снаружи частица имеет порозную по отношению к газу или жидкости или сплошную механически довольно прочную корку, а внутри частица полая. Вот как здесь вот видите, шарообразная полая частица со сплошными стенками, бесформенная полая частица с порозными стенками, да, вот поры, и ограниченная полая частица, в стенке которой состоит из микрокристаллов. Толщина корки частиц составляет от десятков сотен нанометров до нескольких микрометров, а внешний размер от нескольких десятков нанометров до сотен микрометров. Материал корки может быть аморфным, мелкокристаллическим, частица может представлять собой и полый монокристалл. В литературе описано множество способов получения органических полых частей, которые на сегодняшний день нашли широкое применение для капсулирования лекарственных средств. Однако в данном курсе мы будем рассматривать только получение неорганических полых частиц. К разраду полых частиц относятся и фулерены. Это наночастицы, полые по своей природе. Наиболее распространенный прием получения полых частиц основан на диспергировании раствора с помощью ультразвукового генератора или путем пропускания через раствор интенсивного тока носителя с последующим пиролизом и химической обработкой твердых частиц после удаления растворителя. Вот схема получения полых частиц с методом пиролиза. Первое – это ток, ток газа. Второе – это распыляемый раствор. Третье – это устройство для аэрозолирования раствора. Это генератор. Четвертое – это реактор электрической петь. И пятый – это приемник уже аэрозоля. В качестве исходных материалов для получения полых частиц наиболее часто используют водные, водно-этанольные, водно-метанольные растворы, нитратов, металлов. Иногда это бывают сульфиды, хлориды и ацетаты. Но чаще всего это нитраты металлов. При нагревании капель нитратных растворов ведется в инертной атмосфере, что удается получить полые частицы соответствующих оксидов. Например, таким образом были получены полые частицы альфа и гамма оксида алюминия, оксида титана, оксида ванадия, никеля, кобальта, метно-одновалентная, мет-двуфалентная, цинк, олова, свинец, палладий. Если инертный газ-носитель, азот или СО2, добавить газ-восстановитель, это, значит, газовым восстановителем у нас относятся водород, аммиак, значит, метан, то в восстановительной атмосфере из исходных оксидных форм могут быть получены полые частицы различных металлов. Если пиролизу подвергается микро-капле раствора, содержащего два или три компонента в стихиометрических соотношениях, то можно получить сложные оксиды. Например, таким образом получены полые частицы феррита бария, бариферрум 12О19, титаната в стронце и бария. Следует отметить, что не во всех случаях образующие при пиролизе микрокапель аэрозоля частицы оказываются полыми. Образование полых или сплошных частиц зависит от концентрации и химической природы реагентов, и в настоящий момент невозможно точно прогнозировать условия, при которых получаются полые частицы. Это к вашему сведению. К образованию полых частиц может привести химическое взаимодействие вещества, содержащего микрокапли раствора с газом или паром, а также взаимодействие двух веществ в микрокапельном состоянии. Например, при контактировании микрокапель раствора хлорида железа с газообразным аммиаком получены полые частицы гидроксохлорида железа. Вот, пожалуйста, этот рисуночек. Полые частицы гидроксохлорида железа. Аналогично, при контакте микрокапель раствора нитрата кобальта с газообразным аммиаком были получены полые частицы гидроксонитрата кобальта. Размер полых частиц всегда был близок к размеру микрокапель, который формируется в ультразвуковом генераторе 1-10 микрометра. Твердое вещество, состоящее из полых частиц и является сверхлегким. Эффективная плотность керамики в виде полых сфер составляет 0,3-0,5 грамм на сантиметрах кубин. Удельная поверхность материала из полых частиц достигает десятка сотен метров на грамм. Эти свойства позволяют использовать вещества, состоящие из полых частиц, в качестве катализаторов или носителей катализаторов, а также в качестве сорбентов. С использованием полых частиц можно синтезировать высокодиспершные порошки, изготавливать различные миниатюрные устройства, например, миниатюрные пьезоэлектрики или магниты. При определенных условиях можно, возможно, вернее, получение полых микрочастиц с внешним диаметром, достигающим мм. Так, если в атмосферу аммиака на короткое время нести каплю диаметра 2-2,5 мм 20-30% водного раствора хлорида железа, то капля с поверхности покрывается твердой гидроксохлоридной коркой и образуется полый шарик. При удалении из его внутреннего объема избытка раствора хлорида железа получается полый шарик диаметром около 2 мм. Если этот гидроксохлоридный шарик прогреть в атмосфере водорода при 350-700 градусах, то в результате реакции образуется 2 феррум OH-хлор-2 плюс 3H2O равняется 2 феррум плюс H2O плюс 4H-хлор. Образуется полая, механически довольно устойчивая микрочастица из альфа-железа. Формирование таких частиц связано с возникновением при восстановлении в корке тонких длинных до 250-300 мкм кристаллических частиц железа. Вот на этом рисунке нитеобразные частицы альфа-железа в полых микрочастицах железа. Недавно обнаружено, что при нагревании на воздухе или в атмосфере водорода до 160-200 градусов, частично гидролизованно парами воды хлорида алюминия, образуются полые макротрубки из аморфного оксида алюминия диаметром 10-300 мкм и длиной от нескольких десятков микрометров до 2-3 см и более. Вот, пожалуйста, закристаллизованный оксид алюминия, полые макротрубки. Значит, недавно эти полые трубки устойчивы на воздухе и характеризуются довольно высокой механической прочностью. Значит, мы с вами сегодня посмотрели методы получения нанотрубок. Рассмотрели картинки, на которых они изображены. Значит, ну, на этом все. Спасибо за внимание.